В ФРГ сообщили о старте испытаний. Британия готова бросить все силы. Соединенные Штаты включились в гонку и пытались перекупить вирусологов. Компания получит миллиарды и миллиарды долларов в прибыли. Сразу несколько государств включились в гонку за создание вакцины против COVID-19. Страны Европы одна за другой сообщают о начале испытаний на людях, а в США первые испытуемые дают интервью. Какое преимущество получит первое государство, создавшее поднацвет пандемии? В этом обзоре коронавирус в мире. Здравствуйте. Итак, в Германии начали тестировать вакцину против коронавируса на добровольцах. Об этом сообщает издание Independent. Тестовые образцы вакцины получат две сотни здоровых людей возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут испытывать несколько видов препарата, чтобы оценить его влияние на иммунную систему человека. Примечательно, что в ФРГ сообщили о старте испытаний несколькими часами позднее, сразу после того, как в СМИ появилась информация о том, что Британия в рамках исследования начинает вакцинировать людей. И в Британии испытания на людях начались 23 апреля. Вакцину разрабатывают в Оксфордском университете и в Имперском колледже Лондона. По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, разработка вакцины имеет настолько критическое значение, что Британия готова бросить все силы на ее создание и уже инвестировала в борьбу с коронавирусом больше, чем любая другая страна. Но не только Британия готова бросить все силы. Соединенные Штаты Америки давно включились в гонку. И, кстати, первым человеком, получившим тестовую вакцину, стала американка. 44-летняя Дженнифер Халлер заявила, что пошла на такой риск, так как хочет помочь американцам. По ее словам, сделанная ей инъекция, похожая на обычную прививку от гриппа. А накануне советник Белого дома Питтер Навара заявил, что Китай, возможно, скрывает данные о первых заражениях коронавирусом, потому что хочет победить в коммерческой гонке по созданию вакцины. Цитата. «Одна из причин, по которой они не впустили нас и не предоставили данные об этом вирусе, раньше, возможно, заключается в том, что они гонятся за вакциной и думают, что это просто конкурентная бизнес-гонка, что это деловое предложение, чтобы они могли продавать вакцины по всему миру. Но мы победим их. Победим благодаря лидерству президента Трампа. Победим, потому что Министерство здравоохранения и социальных услуг уже устроило гонки с участием пяти компаний», — сказал советник местным журналистам. К слову, на днях Китай провел первые испытания вакцины на обезьянах. Ученые успешно заставили организм подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы вируса. Тестирование на людях КНР планирует начать в самое ближайшее время. Между Китаем и США разворачивается гонка за первенство в создании вакцины. Для КНР первой создать вакцину стало вопросом национального престижа. Пекин рассматривает сложившуюся ситуацию как отличную возможность распространить свое влияние в мире за счет оказания помощи странам, страдающим от эпидемии, пишет New York Times. В свою очередь США пытались за 1 миллиард долларов перекупить вирусологов Германии и перевезти в свою штаб-квартиру. Коварный план администрации штатов узнала мировая общественность и ФРГ уже высказались на этот счет. Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки немецких вирусологов по вакцине от коронавируса, заявил глава МИД ФРГ Хайка МАЗ. В общем, страны Европы и США включились в ожесточенную гонку за создание вакцины, пишут СМИ и говорят эксперты. Ими движет не только национальный престиж, но и вопрос цены надо отметить не на последнем месте. Цитата. Компания, которая первая выведет на рынок вакцину от коронавируса, получит миллиарды и миллиарды долларов в прибыли, потому что сейчас среди разработчиков идет ожесточенное соревнование за лидерство, сказал биохимик-академик из Украины Сергей Комиссаренко. Разработка вакцины является критически важной задачей для системы здравоохранения. В начале года ВОЗ сообщала, что вакцина станет доступной не менее чем через 18 месяцев. Это значит, что при позитивном развитии событий только летом следующего года разрешат вакцинировать население Земли. Между тем, американские разработчики обещают вакцину уже к весне 2021 года. Также эксперты говорят, что единственный надежный способ остановить пандемию – это проведение массовой вакцинации. А у меня на этом все. Если обзор был информативным, ставьте лайк и не пропускайте в следующих эфирах. Это был обзор коронавирус в мире. Встретимся завтра.